Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про проблемы печени, как ее восстанавливать и, главное, как определить, что у вас есть проблемы с печенью. Меня зовут Алексей Листашенков, я являюсь нутрициологом, преподавателем проекта «Московское долголетие», преподавателем Международной Академии Нутрициологии, в частности, учу врачей, как совмещать традиционный классический медицинский подход с превентивной медициной. Печень – молчаливый орган, она обычно не показывает свои проблемы. Как же заподозрить проблемы в печени? Имейте в виду, если у вас есть проблемы с пищеварением, если вы принимаете большое количество медицинских препаратов, если у вас есть различные высыпания и проблемы на коже, и также если вы страдаете ожирением, диабетом, атеросклерозом и различными метаболическими отклонениями, это ваша печень. А еще обратите внимание, девочки, на ту самую триаду кожи, волосы, ногти. Если с чем-то из этого есть проблемы, скорее всего, ваша печень под нагрузкой. При любом случае перегруженной или уже пострадавшей печени, одна из самых больших основных ошибок является в том, что вы хотите почистить печень. Так вот, печень чистить не нужно, она сама очищает полностью ваш организм. Печень нужно восстанавливать, позаботиться о клеточках печени, гепатоцитах, которые по сути являются многостаночниками, они выполняют огромное количество работы. Что мы можем использовать для работы печени? Это гепатопротекторы. Запомните это слово. Одним из таких гепатопротекторов является лицетин. Что же здесь такого полезного? По сути, лицетин является набором полезных жиров, так называемых фосфолипидов, которые участвуют в восстановлении клеток печени, часть из которых превращается в замечательное вещество холин. По сути, он также работает на восстановление печени. А еще небольшой лайфхак для тех, кто испытывает большой уровень стресса. В состав лицетина входит такое вещество, как фосфатидилсирин. Он быстро выводит кортизол. Имейте это в виду и используйте. Когда вы решаете позаботиться о своей печени и принимаете лицетин, те самые фосфолипиды попадают в ваш кишечник, расщепляются до более простых веществ, и дальше, попадая в кровоток, они улавливаются вашей печенью, и печень с благодарностью принимает их. В частности, здесь можно выделить те самые вещества фосфатидилхолин, который превращается в холин и помогает печени восстанавливаться, и то самое вещество фосфатидилсирин, который помогает вам меньше нервничать. Отдельно хочу обратить внимание тех, у кого проблемы в желудочно-кишечном тракте. Особенно выделю такие проблемы, как панкреатит, это воспаление поджелудочной железы. Имейте в виду, хотите вылечить поджелудочную, лечите печень. Только через нее происходит восстановление. Холециститы, вздутие, колиты, энтериты, это различные воспаления в желудочно-кишечном тракте. Имейте в виду, во всех этих заболеваниях виновата печень. Почему? Потому что печень вырабатывает разное количество желчи, и желчь, дальше уже выделяясь в кишечник и выполняя свои функции, помогает и пищеварению, и снятию воспалений, и нормализации вашей кишечной микрофлоры. Также желчь способствует детоксикационной функции в вашем организме, и опять мы обращаемся к печени. То есть печень всегда перегружена, и особенно, если у вас есть эти самые заболевания, значит проблема в том числе в печени. Так как лицетин является фосфолипидной составляющей спасения вашей печени, обратите внимание и на другие натуральные растительные гепатопротекторы. Среди них можно вспомнить, например, расторопшу. Но мы для вас собрали целый список натуральных гепатопротекторов. Ссылки на них мы приведем под этим роликом. Еще я хочу вам напомнить, что печень является, по сути, очень сложной химической лабораторией. Она вырабатывает более двух сотен ферментов для того, чтобы детоксицировать наш организм, превратить жирорастворимые токсины в водорастворимые токсины, и потом их вывести из организма. Именно поэтому она является перегруженным органом. Всегда, чтобы вы не лечили какое-либо хроническое заболевание, восстанавливаетесь после инфекции, или вы имеете какие-то дурные привычки, употребляете много алкоголя, курите или переедаете, имейте в виду, всегда под нагрузкой ваша печень, о которой именно вы должны позаботиться. Специальная рубрика «Лайфхак от нутрициолога». Имейте в виду, так как лицетин является жирорастворимой субстанцией, то всегда нужно помнить, что ваше пищеварение должно быть способно усвоить этот лицетин. Для улучшения его усвоения я частенько рекомендую применять ферменты, содержащие липазу. Просто посмотрите на состав ферментов, и вы поймете, о чем я говорю. Это улучшит усвоение не только лицетина, но и всех тех жиров и, кстати, жирорастворимых витаминов, о которых вы так заботитесь. А, Д, Е, К. Приобрести этот лицетин вы можете в интернет-магазине «Русские корни», ссылку на который я оставлю в описании этого ролика. Ну и, как всегда, я напоминаю вам о том, что ваше здоровье является вашей личной собственной ответственностью, и тем более здоровье вашей печени. Поэтому не перекладывайте его на врачей, на своих близких, а сами вставайте на путь оздоровления, принимайте об этом решение и идите по пути здоровья. С вами был Алексей Листашенков, ваш Нутрицолог. Будьте здоровы!